Ребята, всем привет! С вами Алина и сегодня я продолжаю тему секонд-хенд и хочу вам рассказать про 5 удобных и комфортных вещей на каждый день, которые я купила в течение полугода в хмельницких секондах. В середине лета, за несколько дней до путешествия в Африку, я поняла, что мне нужно срочно обновить гардероб, потому что ехать-то не в чем. Потому что удобных, комфортных, такого спортивного плана вещей у меня в гардеробе практически не было. Я стала искать вот такую спортивную кофточку, потому что вот именно такую, как она выглядит здесь сейчас на видео, я очень долго ее искала в разных секондах, но я ничего похожего не могла найти, потому что был не сезон, потому что было лето, а это все-таки более такая осенняя, весенняя или зимняя вещь. Но, решив все-таки заглянуть еще в евро секонд-хенд, который находится напротив овощного рынка, я думаю, что если вы живете в Гулинском, вы знаете, где этот магазин находится, я нашла такую крутую курточку от H&M, теплую, удобную, именно такую, как я представляла ее в своей голове, какая у меня должна она быть. Она меня очень хорошо выручила в Кейптауне, она меня выручила во время поездки, потому что я именно в ней путешествовала, очень приятная на ощупь. Возможно, если бы был выбор между размерами, я бы взяла себе все-таки на размер побольше, но считаю, что это не критично. Стоила она 60 гривен, в тот день было очень много подобных вещей такого плана, но я рада, что у меня есть именно она. Поэтому, если вы озадачены тем, что купить в путешествии, либо просто купить на осень или на прохладные летние вечера, загляните в секонды, и там по приемлемой цене 60 гривен можно найти вещи в отличном состоянии. Буквально неделю назад у нас резко похолодало, и погода лучше не становится. Я поняла, что в моем гардеробе нет вообще зимних вещей, то есть это буквально такой минимум, у меня нет зимних брюк. У меня несколько видов брюк, штанов на осень и на весну, но зимой они меня не спасут, потому что у нас очень холодно. А я человек, который постоянно мерзнет, который постоянно укутывается, в общем, которому очень нужны теплые вещи. Я обошла несколько секондов, в евромиксе я ничего толкового не нашла, потому что все джинсы, которые там были, они недостаточно теплые, они в недостаточно хорошем состоянии, и мне там ничего не понравилось. Тем более, что цена сейчас за килограмм, если вы приходите во вторник, 180 гривен. Но, когда я была на своих танцах, я поняла, что рядом находится евро секонд-хенд, и там как раз день перевозок. Я померила буквально шесть разных вариантов джинс, и выбрала себе такие джинсы, Dream Jeans by MAC, которые я купила за 90 гривен. Считаю, что они находятся в очень хорошем состоянии. Я не могу сказать, что они очень теплые, но это, скорее, опять же, такой временный вариант между очень теплыми и осенними джинсами, которые я пока буду носить, и буду искать дальше свои идеальные теплые джинсы, для того, чтобы мне не было холодно в поездках и не было холодных минут, когда я здесь нахожусь. Ассортимент евро секонд-хенд мне нравится, потому что там очень много разных вещей. Вы помните мою пушистую подушку, которая в обычных магазинах стоит 400 гривен, а там я ее купила, кажется, за 40 гривен. Если вы приходите в день привоза, там цена за килограмм свыше 200 гривен, но вот такие джинсы вы вполне можете купить за 90, за 80, за 100 гривен. Если вы покупаете кофточку, легкую кофточку, кстати, очень много летней и весенней одежды, вы можете купить эти вещи, конечно же, дешевле гривен за 40. В сентябре месяце, когда я в очередной раз зашла в Евромикс, я приобрела себе такие крутые спортивные штаны для дома от Атмосфер. Они немного для меня великоваты, но если я говорю про домашнюю одежду, то считаю, что купить вещь на полуразмера, на размер больше, если она тебе очень нравится, это не беда. Мне они очень нравятся, они находились в идеальном состоянии. Почему находились? Потому что вот эти веревочки уже погрыз мой кот. И если я раньше думала, что, возможно, я буду их использовать летом для занятий спортом на стадиончике, то теперь я понимаю, что это только для домашнего выхода. Вот брюки, точнее, штаны спортивные, они очень классные, они очень теплые, при этом они очень приятные на ощупь. Сразу видно, что это качественная вещь. И за них я заплатила, кажется, 60 гривен, потому что это было уже давно, около трех месяцев назад. Но очень довольна. Иногда вот, если я специально иду за чем-то в секонд, есть вероятность, что я именно такую вещь, как я вообще не найду. Но если вы просто идете для того, чтобы посмотреть, вдруг вы что-то найдете интересное, вот это интересное вы обязательно найдете. На этом сегодняшнее видео о покупках в секонд-хенде подходит уже к финалу. Обязательно мне напишите, что интересного вы купили на этой неделе или просто этой осенью в секондах. Какие у вас любимые секонды? Если вы живете в Хмельницком и тоже покупаете в секонде, то вам большой привет. Подписывайтесь на мой канал, смотрите видео. На своем канале я снимаю не только о секонд-хендах, я снимаю про свои путешествия. Я снимаю о разных нюансах, которые могут относиться к путешествиям. Я тестирую косметику и буду рада видеть у себя новых зрителей. Спасибо вам большое и до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»